Предлагается делать следующее. Сделать 4 различных выхода для каждого из классов в этой нейронной сети. Опять же напоминаю, что картинка здесь это просто пример. Нас совершенно не волнует, как устроена внутри эта нейронная сеть. И нас совершенно не волнует, какой на самом деле там вход. Нас волнует, что классов может быть много, а не просто 2. Итак, рассмотрим пример, когда классов 4. Сделаем для каждого класса отдельный выход в нейронной сети. Что будем делать дальше? В прошлый раз мы с вами применяли сигмольную функцию активации для того, чтобы получить вероятность того, что у нас на нашей картинке находится код. Здесь мы сделаем несколько другой трюк для того, чтобы получить вероятности для каждого класса. То есть у нас должны получить вероятность, что здесь есть кот, вероятность, что здесь есть пес, вероятность, что здесь есть велосипед и вероятность того, что здесь есть автомобиль. И все эти вероятности должны суммироваться к единице, потому что со 100% вероятностью у нас на картинке есть один из этих классов. Что мы будем делать в этом случае? Сделаем мы следующее. Мы применим здесь функцию активации, которая называется softmax. Softmax это вот такая функция активации. Допустим, у нас есть несколько выходов из нейронной сети, и мы их будем обозначать y и t для какого-то одного выхода из нейронной сети с индексом i. И все вместе эти выходы из нейронной сети мы будем обозначать y со стрелочкой, то есть вектор выходов из сети. Как выглядит softmax? Это e в степени y и t делить на сумма по всем классам от 1 до n, e в степени y, j. Теперь попробуем понять, что же здесь написано. Мы берем все выходы из сети и в эти степени возводим экспоненту. После этого, для того, чтобы получить вероятность какого-то класса, мы берем экспоненту, которая соответствует этому классу, и делим на сумму всех экспонент. Продолжение следует...